150 представителей различных организаций в одном месте. Можно откликнуться на вакансию пекаря, бариста, инженера, плотника, швеи или воспитателя детского сада. Выбор большой и более 8 тысяч вакансий. Найти работу могли как пенсионеры, так и студенты. Все благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Среди крупных работодателей Ульяновское конструкторское бюро приборостроения. У них открыто более 70 вакансий. В основном мы нуждаемся в инженерах, конструкторах, инженерах-исследователях, инженерах-разработчиках. Экономисты, аналитики нужны. И на производство, конечно же, всегда нужны монтажники и регулировщики радиоэлектронного оборудования. Если брать предприятие оборудования промышленного комплекса, да и в целом в регионе зарплата достаточно конкурентная, составляет порядка 95 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас есть различные доплаты за питание, компенсации. У нас действует корпоративная жилищная программа. Работники нашего предприятия могут получить до миллиона рублей на приобретение жилья. Ульяновский автомобильный завод не нуждается в представлении. Это один из крупнейших работодателей в регионе. На ярмарке они активно приглашали ульяновцев на работу. Есть предложения и для студентов. К выпускнике вузов и СУЗов 23 и 24 года у нас получают ежемесячную персональную надбавку к зарплате за синий диплом 4 тысячи, за красный 5. Кроме того, у нас предусмотрена частичная компенсация аренды жилья иногородним работникам. Юношам, вернувшимся из армии, у нас также есть единовременная выплата. Также очень хотелось бы поделиться такой новостью. С 13 мая у нас запускается проект «Трудовой лет в СУАЗ». На ярмарке были площадки не только работодателей, но и вузов региона, а также информационные стенды по охране труда. Студенты могли посетить тренинги по успешному трудоустройству и по построению цели на будущее. Любой желающий мог проконсультироваться, составить грамотное резюме и получить распечатанный экземпляр на руки. Резюме должно быть грамотным, без драматических, афтографических ошибок. И зрительно должно восприниматься комфортно, просто, не требовать большого времени. Лучше писать такие качества или компетенции, или даже хобби, допустим, но которые могут иметь значение для потенциального работодателя. В прошлом году на ярмарке «Вакансии» работодатели пригласили свыше 2500 соискателей на собеседование. В этом году планку опускать не планируют. Второй этап ярмарки трудоустройства запланирован на 28 июня. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.